С начала реализации в республике программы «Земский доктор-239 молодых врачей» начали свою деятельность на селе. Но 11 из них расторгли соглашение. Тем не менее, за три года программа позволила увеличить укомплектованность сельских лечебных учреждений на 17%. Такие данные озвучили на еженедельном совещании. Больше всего не хватает врачей именно в сельской местности республики. Терапевты, акушеры, гинекологи, анестезиологи, реаниматологи, хирурги особо востребованы. В целом у нас в республике количество врачей не увеличивается. Они перемещаются на работу в сельские лечебно-профилактические учреждения. И больше всего докторов у нас приехало в село из города Чебоксары, города Канаш, города Цивильск, Шумерли и Новочебоксарск. Из опросов, проведенных среди выпускников медицинского факультета, видно, что молодых врачей больше всего волнует заработная плата, это жилищный вопрос. Также имеет значение сельская инфраструктура и оснащенность медицинских кабинетов с современным оборудованием и лекарствами. В 2014 году заключены договора по целевому обучению с девятью интернами, которые после учебы будут работать в сельских больницах. Михаил Игнатьев порекомендовал Минздраву более тщательно подходить к работе с кадрами при заключении договоров. Если на обучение специалиста потрачены бюджетные средства, а он не намерен работать на селе, необходимо требовать возмещения расходов, подчеркнул глава республики. Особое внимание уделили вопросу охране и контроле использования объектов животного мира и среды их обитания. На сегодняшний день почти половина охотничьих угодий республики закреплена за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Победителем аукциона в отношении охотничьих угодий Сучковская Ядринского района конкурс выиграла компания «Дрофа», зарегистрированная в Самаре. При этом были неправильно составлены документы. Организация участвовала в торгах без внесения задатка. К тому же она не выполняет своих обязательств. Сейчас проходит конкурс на охоту годий «Вурнарская» и «Дрофа» снова участвует. Почему на аукцион выставляете некачественно подготовленные документы? Также замечание получил и министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Михаил Игнатьев дал ведомствам две недели, чтобы навести порядок в документах и обезопасить животных.